приветствую расскажу и покажу вам основные нововведения патча 142 играть на нем можно выбрав соответствующую опцию в свойствах игры в стиме и так переходим к изменениям по пользовательскому интерфейсу значит что касается кланового экрана перемещено назначение роли члена клана и теперь игроки могут назначать роли членам клана даже если они где-то в отдельном отряде игроки теперь могут переименовывать членов своей семьи можете поставить видео на паузу и рассказать кого как обозвали и почему вкладка феодов теперь отображает города и замки в разных списках и содержит связанные населенные пункты на вкладке войска теперь перечислены суммы каждого типа войск которые в данный момент есть у отряда на вкладке другое теперь отображается более подробная информация о собственных мастерских модификаторы от клавиш shift и control теперь работают с левыми и правыми боковыми клавишами на экране инвентаря и группы добавлены недостающие значки для перка одноручная и двуручная консоль разработчик теперь можно включить нажав alt и тильду одновременно в настройках сделана отдельная опция частоты обновления от разрешения и добавлены значения соотношения сторон рядом с разрешениями исправлено поведение всплывающих подсказок о царстве для правителей исправлена ошибка из-за которой значение вероятности в процентах рядом с кнопкой предложения отображала неверные значения исправлены проблемы локализации на экране кастомной битвы исправлена ошибка из-за которой некоторые тексты не обновлялись до нужного языка при изменении языковых настроек исправлена ошибка отображение всплывающего окна исправлена проблема пользовательского интерфейса когда странники во вражеских городах отображались красным цветом теперь что касается одиночной игры по крашам исправлено редкий вылет на турнире исправлен сбой который происходил когда герой достиг максимального количества перков исправлен сбой вызванный обновлением проектов поселениях исправлен сбой возникающий после закрытия городского меню или энциклопедии исправлен сбой который происходил когда квесты армия браконьеров и семейная вражда находились в одной деревне по сохранениям и загрузкам сжатие файла сохранения было оптимизировано примерно на 80 процентов увеличено количество автосохраняемых файлов до трех это очень классно как подстраховка от поврежденных файлов сохранений и не только по артам исправлены некоторые проблемы с текстурой снега в деревнях кузаита различные улучшения моделей и текстур для значков на карте компании по системе развития персонажа все перки навыков древкового оружия связанные с боем были исправлены исправлены ошибки во баяния лидерстве торговли и медицине реализованы вторичные эффекты двуручных перков реализованные вторичные эффекты древковых перков исправлен ложный эффект кузнечных перков исправлены проблемы с одноручным и двуручным перками по клану и партии лидеры фракции получали слишком много денег а их расходы были очень низкими и это вызывало инфляцию. Это было исправлено. По королевствам и дипломатии исправлена проблема с поведением сделок, когда игрок находился в осажденном поселении. Подправлены действия поселения города, деревни, замка и убежища бандитов. Потеря отношений, которые происходят, когда на деревню совершается набег, больше не является спамовой и теперь она пропорциональна сумме ущерба нанесенного деревни. Совершая набег на деревню в мирное время, игроки по-прежнему будут терять фиксированную, но уменьшенную сумму отношений с важными людьми в деревне и лидером клана владельца. По квестам и проблемам добавлен новый квест разведчик вражеского гарнизона. Сбалансированы требования и награды для ряда других квестов. По квесту домовладелец нуждается в доступе к сельским районам. Дизайн квеста был изменен и старые активные квесты будут отменены при загрузке игры. Вообще, лучше начать кампанию заново, по моему личному мнению. Я вот загрузил одно из старых сохранений и там была куча багов, которых я не обнаружил при начале новой игры. По квесту семейная вражда исправлена ошибка, возникающая когда преступник, квестовый персонаж, становился пленником. Добавлены логи квестов. По квесту армия браконьеров, исправлен баг, из-за которого квест зависал, если игрок отступал от браконьерской битвы. По квесту лорд или леди нуждается в наставнике. Исправлена ошибка, возникающая если игрок женился на квестовом персонажа. Добавлен новый журнал квестов. По квесту нужна помощь с бандитами, расстояние укрытия и значение радиуса группы были изменены. По беседам и встречам. Улучшение видения персонажей в разговоре. Добавлена опция разговора с невраждебными вассалами, которые находятся в армии. Вы можете с ними поговорить, не вступая в фракцию, в которой они находятся. Персонажи, которых игрок встретит в квесте, узнают игрока позже. Горожане и жители должны теперь комментировать имеющиеся проблемы и квесты. Ну, по всякому другому значит. Новое благородное оружие было сделано и распространено среди лордов Калерадии. Охранники каравана, охранники ветеранов, караванов и вооруженные торговцы теперь имеют лучшие характеристики, так что теперь грабить караваны будет немного сложнее. Исправлена проблема с ориентацией в бою в укрытии босса. Нет, не сексуальная ориентация. Скины xml теперь можно изменять. Ну, это к мододелам. Исправлен баг, из-за которого игрок мог брать мертвых лордов в плен. Это также должно исправить от появления мертвых героев в группах. Теперь переходим к мультиплееру. По режимам игры. Исправлен баг с осадной башней для игроков, которые подключаются к серверу. По серверам и сети собственно исправлен редкий сбой при смене типа игры или региона. Проблема, вызывающая сбой при входе в систему мультиплеера. Теперь будет отображать предупреждение. Мы все еще исследуем эту проблему, говорят разработчики. Добавлена внутриигровая система отчетов с подробными логами игр и чатов. Вы можете сообщить о других игроках из табло или недавних игр. О, то есть система репортов на троллей и вредителей запущена. Впервые. Посмотрим. Наконец-то. Исправлен визуальный сбой, когда клиенты видят, что их персонажи застряли в защитной стойке после того, как они были оглушены толчком назад при обороне. Но я знаю, что такое было с пинками, например. По интерфейсу добавлены значки защитника и атакующего на экран загрузки классов в режиме осады. Исправлено несогласованное расположение сторон табло во время просмотра. По обоим режимам. Что касается производительности. Значительное сокращение памяти буфера графического процессора и повышение его производительности. Исправлены проблемы при загрузке во время игры. Уменьшено использование памяти видеокарты системой окружающей среды. Улучшена производительность рендеринга светлых теней. По анимации. Исправлена ошибка, которая препятствовала выбору направления атаки, которая выполняется после начала подготовки. Если клавиши атаки и защиты были одновременно нажаты, это также приводило к тому, что клиенты видели неправильную анимацию атаки своих персонажей. Интересно, но у меня однозначно были какие-то баги в мультиплеере с анимацией в том числе. Посмотрим, будет ли лучше. Значит, по всему остальному. Физика щита на спине исправлена. Во время атаки предотвращается приседание с целью предотвращения нежелательных переключателей стойки. То есть теперь не получится одновременно уклониться от рыцарского удара, ударив копьем. Интересно. Одиночные и многопользовательские игры теперь имеют разные номера версий. Исправлены проблемы с именами пользователей с неаски символами. Также я уже делал видео по патчу 141, который теперь у большинства игроков на основной ветке. Ссылку на видео я закреплю в комменте, а сейчас я говорю новые изменения в нем. Изменили ценовую окраску, чтобы она работала в соответствии со средними мировыми значениями, а не с ценами по умолчанию. Но это применительно к одиночной кампании. То есть если предмет на 30% и более выше среднего мирового значения по цене, он окрашивается в красный цвет. Если он на 20% и более ниже средней цены товара, он окрашен в зеленый цвет. Исправлена ошибка, из-за которой наемники платили дань или расходы другим наемникам. Ну может они просто были альтруистами. Параметры бартерного процесса были исправлены. Городские цены теперь моделируют покупки, сделанные караванами и другими сторонами при определении спроса и предложения. То есть значительно доработали систему торговли, ее влияние на игровой мир. Исправлена ошибка, из-за которой игрокам, создавшим королевство, приходилось оплачивать влияние за решение, даже когда другие кланы не были против. Вот такие вот изменения. Пишите в комментах, как вам патч и не только. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Благодарю за внимание.